В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проинспектировал ход строительства социальных объектов в муниципалитете. В сегодняшний день все объекты идут с небольшим опережением. Театральный поединок на сцене Дворца культуры. Сразились в мастерстве импровизации команды «Атмосфера» и «ТВИК». Посмотрим уже некоторую динамику в развитии. Возведение социальных объектов в Ленинском городском округе идет с опережением графика. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проинспектировал ход строительства поликлиники и школы, чтобы узнать, с какими сложностями сталкиваются подряд на организации и требуется ли им помощь. Его сопровождала и наша съемочная группа. Первым пунктом в рабочей поездке депутата Московской областной думы Владимира Жука в Ленинский городской округ стало посещение строительной площадки в деревне Сопронова. Его сопровождал председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко. Здесь возводится поликлиника на 750 посещений в смену. Пока внешний вид поликлиники можно увидеть только на чертежах, но строители прилагают все усилия, чтобы мечта местных жителей как можно быстрее воплотилась в жизнь. По документам, дата издачи объекта значится 17 марта 2025-го, но с депутатами строители поделились планами построить поликлинику до конца этого года. В настоящий момент начался монтаж внутренних перегородок и инженерных сетей. На сегодняшний день мы анализ закончили. У нас осталось только 50 кубов, это входные группы, но это уже после прокладки. В основном вы сейчас входите внутрь. Внутри и в основном... Да, ну нет, шумные работы все равно ночью слышно, поэтому у нас второй смены не будет. Но по тем темпам, которые мы набрали, мы, в принципе, и днем успеваем в одну смену. Следующая остановка – возведение средней общеобразовательной школы на 1100 мест в деревне Ермолино. Гостей здесь сопровождал представитель застройщика Дмитрий Чувеев. Он также поделился оптимистичными планами по срокам окончания строительства учебного заведения. Ориентируемся для сдачи ее в этом году. Значит, в принципе, текущие темпы реализации этого объекта говорят о том, что эти планы вполне себе возможны и реализуемы. До конца года, да? До конца года, да. Все сделать... То есть не 1 сентября? Получится, будем к этому сроку стремиться. Но вообще в целом до конца года. И заполняемая школа, я думаю, здесь будет моментальная, с учетом того, что вокруг введено уже в эксплуатацию порядочных домов, включая в том числе и соседей брусники. Действительно, сказать, что эта школа долгожданная – не сказать ничего. Подготовительные работы на площадке начались в марте прошлого года. К строительству приступили в мае. В настоящий момент завершаются работы по устройству фасада и кровли. Общая строительная готовность объекта составляет 55%. Безусловно, рабочие осторожничают, когда говорят, что школа будет сдана до конца года. Естественно, что-то может пойти не по плану, но все-таки и они, и местные жители надеются, что мальчишки и девчонки придут сюда 1 сентября уже этого года. Внутри активно прокладываются инженерные сети, заканчивается возведение перегородок. Кое-где начинается черновая отделка стен. В заключении визита Владимир Жук отметил, что строительство социальных объектов в Ленинском городском округе хоть и идет с опережением сроков, за качеством работ ведется строгий контроль. Мы регулярно сюда приходим, на все площадки, которые вообще в Ленинском городском округе, и отслеживаем все сроки. Сроки обозначены в госпрограммах, и на сегодняшний день все объекты идут с небольшим опережением. Поставками материалов все в порядке, и все идет по графику. Поэтому мы видим, что никаких сложностей с вводом этих объектов в ближайшее время в эксплуатацию не наблюдается. Самые главные вопросы для молодых мам – как поддерживать развитие новорожденного малыша после выписки. Вне стен перинатального центра. Новые методики занятий с ребенком женщины обучают в Видновском перинатальном центре. Первые и главные вопросы молодых мам – как обеспечить малышу комфортную среду для полноценного развития. Техника First Step, или Первый шаг, знакомит родителей с физиологией младенца и позволяет оказывать поддержку, отталкиваясь от привычного образа жизни малыша, который выработался в утробе матери. Тема, что будет заявлено на сегодня, это тема плача, поза эмбриона, почему важно ребенка приводить в позу эмбриона, это то, что я сейчас делаю, и положение лежа на животе, как сделать это комфортно, почему важно и как сделать это комфортно. Девять месяцев младенец растет и развивается в позе эмбриона, в изоляции от шумов и яркого света. Но комфортные условия заканчиваются на первом дне появления на свет. Чтобы ребенок мог почувствовать себя в безопасности, его необходимо помещать в привычные условия – размещать в руках в позе эмбриона, а также создавать монотонный ритм укачиваниями и голосом. Методика First Step нацелена не только на успокоение малыша, но и на полноценное формирование тела ребенка, его мышц и суставов. Грамотное освоение техник методики позволяет молодой маме не только комплексно развивать малыша, но и учиться с ним взаимодействовать. Уверенность, понимание. Дети здесь рассматриваются. То есть раскрывается просто ребенок, что он чувствует, когда с ним взаимодействуешь, как правильно взаимодействовать с ним, какие ему игрушки нужны именно на этом этапе развития. Видновский перинатальный центр стал первым в России, где применяется методика First Step. Специалисты из Виднова прошли курс обучения в Израиле и теперь проводят занятия с молодыми мамами в стенах центра. С помощью тех упражнений, которые предлагает инструктор на занятиях, мы можем улучшить, ускорить, гармонизировать развитие здорового ребенка. Очень эффективная, очень интересная методика, и я думаю, что она обретет большую популярность среди жителей нашего города, ну и, наверное, не только. Медицина не стоит на месте, и в этом большая заслуга специалистов, которые постоянно развиваются и стремятся улучшить свои профессиональные навыки. Житель города Видное Валентин Ткачев стал первым человеком с донорским сердцем в России, который покорил вершину горы Бештау. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Валентин Ткачев перенес операцию по пересадке сердца. На тот момент он весил больше 100 килограммов. После операции врачи советовали ему вести активный образ жизни. Валентин начинал с обычной ходьбы. В настоящее время он регулярно бегает и занимается в спортзале, благодаря чему приобрел хорошую физическую форму. Положено 6 литров крови перекачивать здоровому человеку. У меня перекачивалось 700 грамм, то есть 16%. После пересадки у меня фракция стала 61. Соответственно, вырылся у меня энергия. И тренировки я ее разогнал до 73. То есть у меня сейчас сердце работает хорошо. Валентин стал заниматься плаванием. Также принимает участие в массовых забегах. А недавно он совершил восхождение на гору Бештау. Наравне с профессиональными спортсменами и любителями. Всего было 150 участников. Валентин занял 100 место. Сидеть на месте. Проснешься завтра, ты остался, получается, на том же месте. А если ты будешь двигаться, продвигаться или чем-то заниматься, то есть у тебя будет что вспомнить в старости, то есть что рассказать. Что вот я прошел с трудностями, да, испытаний много, да, много там, знаете, поднимаешься, падаешься обратно. Но сдаваться не надо. Учитывая, что Валентин Ткачев перенес сложную операцию, спортом он занимается под чутким руководством врачей и своего тренера Константина Кузнецова. Он сказал, что он хочет, что он бегает, да, то, что он хочет зайти на какую-то гору. Соответственно, мы проанализировали, сделали вывод о том, что ему нужно усиливать тренировки на нижнюю часть тела, то есть на ноги. Соответственно, мы с ним составили программу, он начал по ней тренироваться. Валентин Ткачев планирует принимать участие в новых состязаниях и всем советует вести активный образ жизни. Своим примером он показывает, что при желании можно покорить любую высоту. Юлия Астафёрова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Театральный поединок впервые в Видном. На сцене Дворца культуры прошел импровизационный батл между командами «Атмосфера» и «Твит». Что дает ребятам участие в проекте, узнала Олеся Мордвинова. Это уже пятый сезон театрального поединка, но для команд «Атмосфера» и «Твит» он особенный. Ребята впервые принимают участие в проекте. Два коллектива сегодня выйдут на сцену. Вот посмотрим, чему ребята до нас владели какими инструментами. И уже благодаря участию в мастер-классе, в кастинг-встрече, сегодня был мастер-класс, посмотрим уже некоторую динамику в развитии. Игра проходит в жанре актерской импровизации. Она состоит из пяти раундов, у каждого из которых свои правила. Но главное из них – спонтанность. Именно меня выбрали в команду, потому что посчитали, что именно я могу на сцене вести себя так же хорошо без сценария, как и со сценарием. Евангелина Диордица многому научилась благодаря проекту. Навыки импровизации очень пригодятся в будущем, ведь Евангелина хочет стать актрисой. Я научилась в любой момент представлять ситуацию, которую мне предлагают. Если я могу сейчас сказать, у меня сильно болит спина, я могу сейчас взять и сделать так, показать, чтобы все поверили. Юные актеры продемонстрировали свои способности и хитрости на сцене. Умение работать в команде – одно из самых важных в театральном поединке. Это появилось 50 лет назад. 50 лет назад – не так уж давно, хорошо. А что раньше использовали вместо этого? Вместо этого использовали камни, чтобы пошел взрыв огня. Руководитель – это сердце коллектива. Именно от него зависят настрой команды, мотивация и боевой дух. Подготовка проходила очень весело. Мы шутили, мы репетировали, мы слушали различные песни. Мы просматривали различные шоу, шоу-импровизация, ПВН. Старались как-то зарядиться вот этими всеми драйвовыми эмоциями, чтобы мы смогли потом передать зрителю на сцене. Итоги поединка будут известны 30 апреля. По количеству набранных баллов 16 коллективов из 32 пройдут в осеннюю серию игр. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. В рубрике «Афиша» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. Любителей хорошей музыки приглашаем посетить финал фестиваля конкурса эстрадной песни Ленинского городского округа «Эдельвейс-2024». Выступления начнутся в субботу, 20 апреля в 11.00 на сцене Дворца культуры «Видное». Также в субботу Центр досуга «Кортино» проведет развлекательную программу для детей «Мультипутешествие» с просмотром мультфильма «Трио в перьях-2». Начало в 14.00. В 17.00 в субботу на сцене Музея заповедника «Горки Ленинские» пианист-виртуоз Олег Калагуров с программой «Вселенная рояля». Вход для посетителей музея свободный. Проведите свои выходные интересные с пользой. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok